Тест на наличие коронавируса 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 тех, кто уже переболел. Этот способ доказал свою эффективность. В ВОЗ подняли уровень риска распространения вируса до очень высокого и сообщили, по всему миру разрабатывается более 20 вакцин. Еще один турецкий военный погиб. Двое получили ранения в Идлибе во время обстрела сирийской армии. Об этом заявили в турецком Минобороны. Накануне во время боя погибли 33 турецких военных. Как выяснилось, они были среди экстремистов, атаковавших правительственные войска. В МИДе России подчеркнули, обострение стало возможным из-за того, что Анкара не выполнила договоренности по зоне деэскалации. Сообщается, что власти Греции заблокировали заявление НАТО в поддержку действия Анкары, поскольку в него не включили требования Афин соблюдать соглашение о беженцах. Ранее власти Турции сообщили, больше не в состоянии сдерживать поток мигрантов в Европу. Ситуацию в Идлибе обсудили на в неочередном заседании Совбез ООН. Представитель США призвал Россию немедленно посадить боевые самолеты в Сирии, несмотря на то, что они находятся там с одобрением легитимных властей страны. В ответ российский постпред Василий Небензе напомнил, Сирия вправе подавлять террористов на своей территории, как этого требуют резолюции Совбеза. Идлибский геополитический тупик. Или все-таки шанс на мир есть? Ситуация в северо-западной провинции Сирии опять обострилась. Да, причем обострилась настолько, что целый ряд СМИ всерьез стал обсуждать возможность открытого военного противостояния между Россией и Турцией. Что стало причиной все-таки нового витка конфликта в Сирии? Есть ли выход из этой непростой геополитической ситуации? Обсуждаем с нашим международным обзревателем Алиной Гребневой. Она снова в студии. Да, Алина, еще раз добрый вечер. Видимо, без встречи Владимира Путина и Рожепа Эрдогана не обойдется. Мы знаем, что они поговорили по телефону. Подробности. Ну, уже известно, что все-таки состоится и очная встреча, причем пройдет она в Москве. Называется дата возможной встречи российского и турецкого лидера. Это следующая неделя, 5 или 6 марта. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну, телефонный разговор, кстати, состоялся по инициативе Анкары. Но что вообще послужило толчком к этому новому обострению? На самом деле, бои в Идлибе идут уже которую неделю. Но если раньше Турция обвиняла в гибели своих солдат сирийские правительственные силы, то на этот раз Минобороны Турции заявила, что последняя атака на турецких военных произошла, несмотря на то, что они обменялись данными и координатами с Россией. Как вы знаете, наши войска, которые находятся в Идлибе, чтобы поддерживать режим прекращения огня, чтобы предотвратить нелегальную миграцию и в целом смягчить гуманитарную катастрофу в регионе, подверглись чудовищной атаке. 33 солдата погибли, еще 32 человека получили ранения. Эта атака произошла даже несмотря на то, что мы координировали свои действия с Россией. К сожалению, обстрел продолжился даже после того, как мы сделали предупреждение после первого удара. Но как же в Москве объяснили гибель турецких военных в Идлибе? Давайте послушаем заявление министра иностранных дел Сергея Лаврова. Проблема не в том, что у кого-то есть план, противоречащий изначальной договоренности по Идлибской зоне деэскалации. Проблема в том, как договоренности выполняются на практике. И как на практике выполняется вот тот самый деконфликтинг, о котором много говорят и в отношении происходящего на востоке Сирии, и вот в зоне деэскалации Идлиб. Есть договоренности между нашими военными, и если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождения турецких военнослужащих, таких трагедий, конечно же, можно было бы избежать. Но мы приносим соболезнования, и повторяю еще раз, мы делаем все, чтобы безопасность тех турецких военнослужащих, которые обеспечивают режим деэскалации в зоне Идлиб, была обеспечена, и наши военные на земле готовы эту работу продолжать. Ну, а это кадр уже ответного обстрела, который по позициям сирийской армии сил Башара Асада открыли турецкие военные. Следующие шаги России и Турции определят самый исход войны в Сирии. Об этом пишет британская Guardian. Издание напоминает, что до сих пор противостояние велось, ну, скажем так, через посредников. То есть через сирийскую оппозицию, которую поддерживает Анкара, и через правительственные войска Асада, которого поддерживает Москва. А открытый конфликт между Россией и Турцией до сих пор считался маловероятным. И вот дальше, дальнейшие сценарии, которые рассматривают различные аналитики, тут интересно, как меняется позиция в зависимости от того, это же зарубежный эксперт или все-таки российский. Потому что российские по-прежнему уверены в том, что не будет, конечно же, войны между Россией и Турцией. И российские же специалисты уверены в том, что и НАТО не будет вмешиваться, хотя Анкара после гибели военных тут же практически обратилась в Альянс за консультациями. Но пока, скажем так, в этом конфликте такая геополитическая пауза, понятно, что мы ждем переговоров Путина и Эрдогана. Алина, что там с беженцами? Какие-то вот ужасы пишут про разгон слезоточилом газа. История с беженцами, это тоже очень важно, это отдельная большая история. Как только началось обострение в Идлибе, снова сирийцы начали бежать, куда глаза глядят. Сначала они в Турцию бежали, теперь они пытаются пересечь границу с Грецией, убежать в Евросоюз. Мы пришли к турецко-греческой границе, и по ту сторону греческая полиция, и они не впускают мигрантов. У нас здесь куча проблем, и хотим, чтобы Европа и Турция открыли свои границы. Я счастлив, что добрался хотя бы сюда, но граница закрыта, и никто ее открывать не собирается. Поверьте мне, я тут голодаю. Именно греческая полиция и применила слезоточивый газ. Десятки людей, как вы видите, собрались на границе, они при этом скандировали, откройте, откройте границу. Но по договоренностям с Евросоюзом Турция обещала не отпускать, не отправлять мигрантов в ЕС и оставлять их на своей территории. А беженцев, так на минуточку, более трех с половиной миллионов человек, именно сирийских. И теперь такой новый гуманитарный кризис грядет, причем уже на границе с Европой. Отдельные эксперты говорят о том, что это все спланированная акция, что таким образом Турция хочет повлиять на ЕС, чтобы Европа, в свою очередь, оказала давление на Россию. Но еще важно понимать и помнить о том, что с Европой были заключены не просто договоренности, что мы к вам не пускаем. Евросоюз выделяет деньги Турции на то, чтобы она содержала вот эти все миллионы беженцев, а суммы там достаточно немаленькие выделяются. Алина Гребнева, наш международный обозреватель, спасибо. В эфире главные новости в студии Антон Гладышев. Ну что ж, прямо сейчас в Москве завершается марш памяти Бориса Немцова. На месте работает моя коллега Наталья Ларина. Наташа, как все прошло? Прошло ли все спокойно? И народ, я так понимаю, начинает потихоньку расходиться. Антон, да, можно сказать, что акция памяти Бориса Немцова подошла к завершению, потому что сейчас уже открывают здесь движение автомобильного транспорта. И я думаю, вы можете слышать и видеть, как полицейские увозят людей с проезжей части, просят разойтись. Ну и, собственно, вся эта многотысячная толпа сейчас идет в сторону ближайшей станции метро. По поводу спокойно, да, можно сказать, что эта акция прошла без эксцессов и в Москве, и в ряде других городов. Напомню, что подобные марши памяти оппозиционного политика прошли в более чем 40 городах России. Это и Казань, и Нижний Новгород, и Санкт-Петербург. В Питере, кстати, по последним данным МВД на акцию собрались около тысячи человек. А вот в Москве данные Министерства внутренних дел немножко поменялись. Сначала речь шла о 8 тысячах человек. Сейчас заявляют, что 10,5 тысяч человек прошли через досмотровые рамки сегодня на эту акцию. Ну и, соответственно, движение для автомобильного транспорта по всему маршруту вследования колонны уже открыто. Потому что сегодня достаточно сложно было попасть на автомобили в центр. Перекрыт был и Страстной бульвар, и Срезинский, и, соответственно, проспект Академика Сахарова. Сейчас по ходу прохождения колонны движение там открыли. По моим наблюдениям, здесь сегодня были люди самых разных возрастов, и пожилые люди, и молодежь. Многие приходили на эту акцию с детьми. И стоит отметить, кстати, что политика в пятилетнюю дату со дня его смерти вспоминали не только в России. Подобные марши проходили в Нью-Йорке, в Кельне и в других зарубежных городах. Большинство тех людей, которые сегодня собрались, позиционировали происходящее не столько как мемориальное какое-то событие, а больше как политическое. Потому что, конечно, они все принесли с собой лозунги, плакаты и выкрикивали различные речевки. И речь шла именно о тех лозунгах, которые пропагандировал сам оппозиционный паритик, сам Борис Немцов. Ну и расследование, я напомню, продолжается, потому что организатор данного преступления до сих пор находится на свободе. Пока главным подозреваемым считают Руслану Мухудзинова, бывшего офицера батальона «Север». Антон, тебе слово. Да, Наташа, спасибо. Это была Наталья Ларина. Она сегодня весь день следила за тем, как проходит в Москве марш памяти Бориса Немцова. Руслану Мухудзинова